Так, давай поздороваемся. Всем здрасте. Так, не пойдет. Представься полностью, пожалуйста. Меня зовут Тимофей Мутовин. Сколько тебе лет? 12. Когда тебе было 8-9 лет, тебя знала вся садовая страна. Тебе передавали привет, спрашивали, как ты учишься. А потом пару лет притих, так было. Но дело в общем. Дела все хуже не у нас. У нас, слава Богу, все нормально. Вот. А саду исполнилось 40 лет. Он почему-то же здоров. Но дело в том, мои люди, внук, что для вас они все хуже. Одна из причин, и мы сегодня будем разбирать, я хочу новую серию, начать своему счастью. Еще до весны время позволяет. Может быть, назовем. Мальчинские девчонки, а также их родители. Веселые истории. Вот такого типа. Только учти. История будет грустная. Ты готов о грустных вещах поговорить. То есть дело в общем. Корни, вот она тема. Архив, корни. Сейчас мы будем говорить, 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 говорить. Вот. Где-то я буду останавливаться. И тебя, ты все забыл. Вот, понятно. Кто-то знал, но забыл. Где-то я буду, типа, а вдруг на троечку. А вдруг на двадцать плюсов. Хорошо? Хорошо? Мы будем все подряд листать. Все подряд. Так. Ну, это был того человека, значит. Это мой сын Артем. Так. Ну, ты его видел-то. Он, наверное, уже не помнишь. Он призял. Вот. И немножко тоже у меня стажировался. Вот. Значит, когда вот такое дерево садят. Такие деревья садят повсеместно. Это и есть уровень. Наш. Это самое. Дарья, поздорово сейчас. Нет. Как яблоко могу его чернее. В смысле, черные. Ну, что? В боковой его семинаре все. А ну, ты прям черные. Ну, что? Так. Это его мама. Это семинар. Из зимних яблок. В боковой ей. Исчисляется показаться. Ладно. Дело о чем. Эта графия очень показательная. Вот. Дело в том, что таких садятся высотой до трех метров на рынке навалом. Их вот так же и садят. Посадить надо, как я учил, в сильнейший, сильнейшая обрезка. Этого не делает никто. Ни продавцов. И 99,9% покупателей. Вот. Корни вот эти. Вроде бы более-менее аккуратно выкопаны. Вот. А это учебный снимок. Надо отвязать прямо там, где голова Артема. Вот так. Вот. Это должно стать новой, как бы сказать, один из дальнейших агроприемов. Вот так. Иначе не выкормят потом. Вот что интересно. Посадишь, а оно живое. И лечебно покроется. Ну, лечебно вот мелкие. Вот. Дерево слабенькое. И вот тут на него набросится все. Лечебно. Да. Говорил, говорил. Говорил, говорил. Это значит, что тебе лапши довешены хорошо. Так? Вот. Садоводство тебя прокормит. Погнал, да? Так. Вот это вот Прибалтика. Эстония, Латвия или Литва. Я сейчас не вспомню. Вот как можно тут вырастить? Вот что интересно, Тимофей. Сплошная вода стоит. Сплошная. Вот перекопали почву. Ну, чего-то посадят. Ну, там даже гусаники растут. А вот там огромные деревья растут. Ну, вот посадят, и вот это вот. Изгриет. Очень беда. Да, вот. Еще фотографию прислали. Прибалтика. Ну, вода аж стоит прямо эта. Вот. А дальше чек у меня купил. Что тут написано? Санссорти. Ассорти. Так. Слово ассорти придумал я, значит, это мой саженец. Значит, холм был сделан. А вот, видно, голубая вода, видишь? Какие шансы? Я не знаю. Просто человек, он со мной не советовался, когда саженец покупал. Возможно, это Ленинградская область. Возможно, это Псковская. Возможно, это где-то, это самое, Калининградская. И, ну, вот, мне месяца, как, припоминает, что это какая-то из прибалтийских республик. Ну, что это такое? А воды не саженцы, воды не стоят. Это воды что делал? Это мои косточки, вот он порастил. Ну, шанс тебе будет. Она давно уже мертвой. Мы будем говорить про корни. Вот, пожалуйста. Здесь вроде воды не видно. Холмики есть. Ну, что-то я смотрю. А больше автор этого фотографии не отзывался. Судьбу не знаю. Значит, где мы будем искать? Там, где воды, пониже. О, стоит. Стоит. Ужас. Вот. И сразу один из советов будущим с заводом, да? Прежде чем купить дом, который может показаться хороший, даже ненорогой. Хочешь, Медсан, что надо делать? Надо выкопать колотец. Скажи громко. Колотец, сука. Ай, посмотри, где вода. Ну, все, налюбовались. Налюбовались. Вот здесь холмут проще взял. А это уже другой край. Это остров. Это Шушенский район. Это мои гости. Я их называю семинаристами. Они приехали на семинар. Я их учу садоводству. И они должны, каждый приехал на машине, каждый норовит что-то увезти. А что это такое? Сказать. Это огромное количество при корневых отводках. Это сибирская яблона. Многие из них гонятся на прививку. У них тогда получается, что если не корневые отводки, у них нет такого корня. Глубокого-глубокого. Так. И вот, наверное, вот ее, а корни потом увидим с тобой. Наверное, вот тут-то как раз-то и можно было, да? Раз у них не глубокие корни, посадись. Раз. Вот давай смотреть. Вот целиком с корнями вошло в это. Учил сразу. И заодно и перевивать. Видишь, уже перевито. Отвез себя домой в Томскую область. Товарищ. И все. У него это. Потом сообщил. Нормально. Прижилось. То есть, можно спастись от близких грунтовых вод. Вот первая фотография. Это называется близкие грунтовые воды. Тут прошел, аж вода не уходит. Вот. И тогда получается, что давай выбирать яблони. Вот они яблони. Такие, дает такие отводки. А их везде можно найти. Вот. Все, что в дикому лесу, и то, что в заброшенных садах все годится на будущую прививку. И главное, если обратно листать, 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 все это можно преодолеть. На холм посадил. Вот. А сильно воды не боится. Вот. Это корни груши. Вот, к сожалению, груша, она имеет такие свойства особые. Вот. Посмотри, как мало корешков. Вот буквально нету, да? А знаешь, почему они вот фотографировали? Потому что это мы выбросили эти груши. Вот цеху продай, или вышли. Вот. Вот они, пятушки, вот белая пятушка, вот белая пятушка. они были выкопаны на продажу. Повертели мы Сергея Валерьевича в руках. Корешков нет, смотри. Они есть, но они там, ниже еще. А так глубоко выкопать не удается. И тогда все это уходит в костер. Вот. Видишь? Почему? Груша другая особенность. Вот есть груша, которая совершенно голенастая. и приживаемость, да, почти мертва. Вот это вот выкапывается саженец, так. Ну, человек говорит, я не хочу долго ждать. Вот. Чтобы сразу заплодоносило. если ты приглядишься, ты увидишь, что? Светочки. Вот они, вот они, вот они. Вот они, цветочки. А? Миша. Видишь? Значит, приехал человек, по-моему, там дальше будет его фотография, и говорит, хочу сразу. Я знаю, что сделал. Для меня вот эта пересадка вот такого крупного была халтурой. А, нет, это в другом месте его фотографии. Короче, приехал человек, и я ему этот процессор здесь подарил. Это то, что я помню. Вот. Это те самые отводки. Вот как там на острове, вот показывал, копали все подряд, да. А мы копаем в лесу. У нас есть свои деревянки в лесу. Вот. Это есть описание названия ягодная яблони Сибирка. Вот. А это мы сразу берем и прививаем. Вот. Ну, что там говорить? Твой дядя был чуть-чуть старше себя. Видишь? Ага. Вот этот корень добыт из этого самого. Ну, прислали фотографию. Вот такой вот. Ну, сказали прокомментировать. Ну, что комментировать? Если считать, что там два метра роста у этого сажутся, выкормить, да не в жизнь. А человек же не видит, пока не купит. Она все упакована. Вот. Ну, это особый случай. Дело в том, что иногда это уже высшая математика, в смысле высшая наука сознаводческая. Вот этот корень вылез не из этого самого. Он из клетки. Это особый разговор. У меня особое отношение к этому. В данном случае к обычным, обыденным проблемам не имеет отношение. Вот. Ну, вот так бывает. Вот уже зима или еще зима, или уже зима. Вот. Ну, вот с таким комом земли, вот с такими корнями, ну, не опасно. Хоть он выкопал, продать, хоть посадил, это рознь играет. Вот. Вот. Делается так. Садится с сыткими-сыткими корнями. Так. Осенью. Весной прививается. Один год порастет. Всего год. Одно лето. Хоть он не только мощная корня, но и вот смотрите, какие корни. Не стыдно? Мне нет. Наоборот, говорю с такой фотографией. Вот. А это не догадаюсь, это Индия. так как тема корней, оказывается, бывает воздушная корня. Вот. Это то, что я говорю, что отдельная тема, мы её сейчас не будем рассматривать. Видишь, воздушный корень, да? Это нас. Нашу, наверное. Вот. Ещё раз. И мне всё это, отдельно всё. Пока говорим о самых обыденных вещах. Это тоже Индия. А это работа, которую... Слушай, а ты сам не укоренял, не помню? Нет. Под бутылки? Нет. Нет, да? Корни делаются ещё из ничего. Вот я, шутя такое слово произвёл, из ничего. Вегетативное размножение. Это значит, берёшь смородину, раз, крыжовник, два, жимолость, три, я ещё шелковицу так умею укоренять, четыре, ну ещё несколько, ну кустарники практически все. Вот. Даже цветы. И тогда получается, что берётся веточка, в середине лета разрезается, лучше всего укореняется вот эта нижняя и ведёт это средняя. Вот. Накрывается бутылка, я не знаю, идём дальше, будет бутылка, идёт. Вот крупный план. Нижняя вот здесь, видишь, торчат они эти самые. Вот тут я отрезал три листика, а и верхние два ста. Эти листики дадут шанс корням, то есть, корни начнут развиваться. Вот так запомнили. Пока без подробностей. Потом идёт посадка. Я это назвал зелёное исчернкование. Вот. Яблочки посадили, полили. Вот. Это ещё не всё. Потом накрыли бутылками. Но дело в том, что они под бутылками сгорят. Вот. А что для этого? Вбитые коля, видишь? Вбитые палки. Так. Вот теперь не сгорят. Утреннего солнца не страшное, днём пекло, они в тени. И это всё работает один месяц. Потом за этот месяц укореняется. И, ну-ка, дальше посмотрим. А всё, тема меняется. Так. Тема такая. Это арматуривы. Это все, которые мне взял и сказал Константинович, почему она не растёт, не умирает. Я объяснил. В теле эту арматуриву мороз проникает глубоко в почву и морозит корни. Вот. Теперь я сказал, ну, какое отношение корней, тема корней имеет к этим деревам. Дело в том, что это самое настоящее колновидное яблони. Колновиднее не бывает. Но тут есть одно но. Классические колновидки, я их называю, которые продают в магазинах, они привиты на специальные корни, на специальные подвое. А те на специальные подвое, это палка вот внутом землю, живая палка, обрастает корешками и на неё приливается вот такая вот с густой листвой. Вот. Называется колонна. Теоретически она не должна давать боковых веток. Вот. Так вот, это то, что принято везде и всюду, белёжный колонн. миллионы мёртвых, никаких урожаев, я это называю ублюдочный вариант, ублюдочный, да, этих самых, на клоновых подвоях. А у нас какие подвои? А вот они. Сейчас назад пролесну. Вот они. Вот в этих подвоях полновидность сохранить трудно. Почему? подвоевается, что они не должны бить боковых веток и не дают. Но проходит время и начинает давать боковые ветки. Умники придумали. Боковые ветки придумают это, срочно отрезают. И отрезают ветки, на которые переходят по отношению. Вот. пока это тема колдовидых яблок отдельная, очень грустная. Одна из этих тупиков. Вот. Но самое главное сказал, если где-то разработаете черенок колдовидный яблоки, то вот, или прежде чем она у вас сдохнет, купленная колдовидная, отрежьте черенок и привейте на корневая точка, что я показывал чуть раньше. Вот. Ну, а это что? Это, знаете, наш рынок. Корни паршивые. Это груши. Ой, эти абрикосы. Тут два анекдота. Первое, что вот это все будет выкормлено. То есть вот посадишь вас с этими обрубками корни полутаметровые саранцы, так они и дохнут. Вот. Они еще и полумертвые. Их привезли с самого юга, от Казахстана. Так, вторая проблема в том, что тут я и говорил уберите табличку. Где-то на табличке было написано персики. Вот. Это у нас придет и так. Вот. Теперь еще. Вот. Когда бывает гибнет саженец, никто не знает почему он гибнет. А этот саженец просто взял и упал. Когда он упал, я просто поднял, и оказывается корни сожрали мышами. Вот так. Просто раз и все. Был и нет. А вот это кот, литяй. Кстати, кошка, которая к нам сейчас приходит, она все лету приносила бышей. Я ее за это давал колбасу. Она мне вышла, я колбасу. А вот этот кот, это старая фотография. Ей лет 25. Пыше не ловило. Видишь, корни съедены. И деревце упало, упало. и упало. Вот. Это еще один пример. Это я подоград сидел под московью на одной издаче. Вот. Взяли лыжную палку, убили, к ней подвязали. Видишь? Это специально, чтобы зимой заборозить корни. Вот. Вот это хитро-хитро заключается в том, что вот этот абрикос у меня рос на груди кирпича. Ну, так бывает. Места больше не было, кирпичи были закопаны. И я это. И это хороший пример корни. Он должен быть почти вертикальный. У меня такие фотографии есть, потом покажу. Да, кстати, ты позировал. Потом покажу. Вот. Но дело это в том, что когда в корни попадают препятствия, да, он не мог расти вниз кирпич. Что он начал делать? обходить. То есть вот все равно вот так и все равно пойдет вниз вертикально. Только с небольшим вопросом. Некоторые считают, что если это очень важно на же теме корней, допустим, корни хотят остановить. Одни здорово отрезают их, чтобы поднимки снилась. Но искореченное дерево, оно и есть искореченное дерево. Вот. Другие говорят так. А вот короте я можно, допустим, не метр, ну, полтора метра. Выстилайте ее чем угодно. Вот. Там кто-то рекомендует, допустим, песком. Вот. Кто-то рекомендует, куски шифера. Вот. Пусть и чем угодно. Корну брус и одежды не пойдут. Так вот, друзья. делайте, допустим, даже метровые основания. Вот. Метр на метр. Я выкопаю большую, квадратный метр на ней лежит. Вот. И вы это все, что называется, старали, сделали. Корни не пойдут, а они пойдут вот так. А, ба, идут. Об этом специалисты, якобы специалисты, не догадываются. Корни не остановишь. Задержать на год, на два можно, но потом все равно пойдет вниз и упрется. Куда, если вы из крутого воды, упрется в эти самые воды. Ой, не знаю, я нормально бесил, нет? Вот. А это корни не виноват, что так растет. Это корневая отвода. Вот так они идут, вот так вот. Вот справа, да, вот там. Это пуповина. Она от мамы шла сюда, 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 и вот, так и растет. Чем хороши близкие грунтовые воды, им по барабану. Я подчеркиваю, это вишни, это сливы, это яблони. Они могут расти при близких грунтовых водах. Вот. А вот как раз такой случай. Дело в том, что это вишня и есть. Так, вот это вишня мама, вот она справа. и она дала пуповина, пошла сюда влево, 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 и у нас молоденький саженец. Но он еще составляет единое целое с мамой. Возраста у них нет, потому что мама тоже была храневая вода, у него была мама. Это все неприятная цепочка. Благодарю, возможно, что ей тысячи лет. Тысяча вот в том вот. И три года, а тысячи. Вот. Как сделать, чтобы он стал саженцем? Нужно перерубить пуповину и дать еще время, и она обрастет уже не просто жалкими колесками, а полноценными коленями, так что слева. А вот то, что я показывал, когда этот самый Сергей Валерьевич, когда он совсем юно держал в руках вот эти два саженца, вот отсюда мы их выкапывали. Вот такое богатство необыкновенно. Готовый материал и все отводки. Отводки хороши тем, что их не надо сеять, не надо лишнего материала терять на выращивании. Готовый я, ищите друзья и обрящите. Я когда в 84-м году приехал сюда в 85-м бабушка соседка сказал вот да вот они в лесу растут яблоки. Я начал интересоваться вот я говорю и что там вот на нее и привай. У нее были уже полносящий сад. Ну ничего как выглядит привела на меня отмечит и было 200 метров. Заходим в лес вот вот объяснила я потом достал эти черники и тут все-таки изобретатель насчет почетный я туда взял и сказал себе ну что-то я буду переносить когда я привил прямо тут я привил сюда штук 30 пошло штук 20 и когда почки зеленели вот этот момент и не на следующий год а почки только а тут еще коровы шляются почки зеленели допустим привил в апреле во второй половине нет начале мая лесу всегда позже оттаивает а недели через три когда это пригрело когда почки зеленели я тогда и взял и перевез прямо на лопату потом значит тележку дом рядом и все и у меня сразу получился явно не высажив так ну это позор это вот это вот заднее это кузов это самое грузов это видя который привез эти сажи я говорю что у вас есть черешня ёп покажите он мне вот это показал привез за 2000 километров чтобы что нет сразу выбросить нет повез повезли так ну что на 8 для два раза хватит вот ну и сразу секрет такой какие бы ни были хорошие корни тем корней продолжим с тобой или сенька вот какие бы ни были саженцы хорошие какие бы как бы я не старался спасти корни от этого привык от обрублений все равно при пересадке нужно две трети крона убирать вот как здесь специально демонстративный снимок вот тогда будет нормально переживаемость все миллионы что на рынке саженцев они никуда не годятся потому что не будучи обрезаны посажены они сразу переходят разряд коллег и инвалидов вот ну а сейчас чтобы закончить сейчас уже не подряд это мы подряд смотрели вот а сейчас мы с вами вот кстати вот видите вот какие корни а потом двух корней но в следующий год уже корни мощные это мы пока в основном говорили про яблони отводки вот а про остальное будем говорить потом и как сделать вот так вот и почему они именно вот такие это мы поговорим уже или с тобой или поговорим вот растенькой вот 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 это и будет тема следующего чтобы сказать напоследок напоследок что-нибудь важное да пожалуй хватит этот раз значит мальчишки и девчонки а также их родители вот давай по вашему до свидания до свидания всем ты сегодня молодец молчал как рыба в лед вот Сенька тут уже это хоть младше тебя но его язык уже подвешен ну вот сейчас по новому натаскал а ты три года у тебя это плохо все друзья до свидания запись останавливаем а кстати нет что делает мама твоя в той комнате косточки уковыривает семена уковыривает семена совершенно верно а у нас это будет отдельная тема вот они эти семена мы продаем и у людей получается шикарнейший результаты вот здесь много очень ценных фотографий невероятно полезных которые это тоже будем отдельно изучать вот отдельно 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 это для того чтобы вот это вот помнишь это часть урожая где вот это вот а вот это самое вот вот одно дерево это второе дерево а вот это третье ну результат впечатляет а вот это мы еще продаем и результат какой у меня у меня отдельно есть папка там уже сотни фотографий седжек саду только на наших семенах и черенках это пошло по всей стране уже как гриб распространяется так что мы должны пожелать пусть покупают закончим ну что до этого закончим